Начинаем новый раздел под названием Яманбууту. Если бы у меня было. Ну, вы уже догадались, что речь пойдет о сослагательном наклонении. Если бы, да кабы. Могу сразу вас поздравить в латышском языке. Грамматически сослагательное наклонение – самая легкая форма глаголов. Разве это не чудесно? И вот сейчас сначала нам нужно посмотреть на глаголы, которые связаны с хобби. В следующем уроке, кстати, будет про одежду, так что обязательно смотрите. Значит так, у нас глаголы, которые связаны с хобби. В принципе, все из них уже в этой книге были. Поэтому мы сейчас используем возможность повторить и заодно немножечко прикоснуться к теории глаголов. Правильно? Давайте напомним себе. Глаголы в латышском языке делятся на 4 группы по спряжениям. И еще есть возвратные. То бишь там тоже те же самые 4 группы. Давайте объясню. Самая первая группа – это глаголы старые, древние. Например, бежать, брать и так далее. А бежать – это скрет. Слышите, там и – это же у нас дифтонг, поэтому там буквально один слог. Скре – вот оно. Что это у нас получается? Основа слова. То есть это глагол. Древний глагол означает бежать. И там только один слог. Скрет. Или глагол дот – давать. Тоже там только один слог. По сути, у него, понимаете, как бы корень слова, основа слова – это дуа. Вот такая. Потому что т – это окончание. Это первые глаголы, первое спряжение. Их, как мы понимаем, нужно учить, в принципе, отдельно. То есть скрет – скрену, дод – доду и так далее. Мы время от времени на них натыкаемся. В этом учебнике это очень правильный подход. Не собирать их все в какие-то категории. Хотя там есть определенные, ну, как вам сказать, такие формулы. Но, опять-таки, они вот с этим глаголом работают, а вот с этим уже нет. Поэтому глаголы первое спряжение, я скажу, учатся индивидуально. В принципе, так же, как вы в английском, помните, учили? Do, did, done. И пошли. То есть без этого никак. Тебе нужно выучить форму настоящего прошедшего времени. С будущим там полегче. Ну, так вот, глаголы первое спряжение, кстати, в этом списке ни одного такого глагола нет. Следующее спряжение – то, которое я называю зеленым, то бишь самым легким. Это глаголы, которые относительно недавно появились в языке. Ну, согласитесь, концепция фотографировать и связанный с ним глагол, вот он самый первый, фотографет, но не могла появиться 300 лет назад. Вот. То же самое, посмотрите, два следующих глагола. Slapot – кататься на лыжах и slidot – кататься на коньках. Как мы их определяем, эти глаголы, и что мы с ними делаем? Основная концепция второго спряжения – это то, что мы не забираем гласный перед окончанием. Например, в данном случае, если фотографет, то вот этот э мы не трогаем в настоящем времени. В прошедшем мы его не трогаем ни для кого, ни для каких глаголов, а в настоящем для вот этих. То же самое slapot – о – мы не трогаем. Как же их распознать? В принципе, два таких главных признака. Во-первых, если у глагола перед окончанием т стоит суффикс о, все, 100% это второе спряжение. Найдите в этом списочке три глагола, которые как раз подходят под эту теорию. Slapot, slidot и дает, да, семерочка, дает станцевать. Вот три глагола, мы видим о, все, вопросов нету. Это второе спряжение. Однако, ко второму спряжению принадлежат еще несколько глаголов, у которых в суффикс э, как, например, photograph it, фотографировать, или, допустим, studet, учиться в университете. Слышите там корень студент? И еще глаголы, у которых есть суффикс а, как, например, любимый нами глагол страдат. Правильно? А. И вот тут у нас возникает мосюсенькая проблемка. Дело в том, что глаголы с такими же суффиксами принадлежат тоже к третьему спряжению второй группе. Ну, вот посмотрите, у нас есть peldet, тоже э, правда? И дедат, тоже а. Ах, ну как же их распознавать? Во-первых, конечно, тем, что вы со временем привыкнете. Photograph it, сразу учите форму я сейчас, я фотографирую, это будет сфотографию. Все, второе спряжение. Глагол peldet, это espeldu. Ага, значит, третье. Потому что мы при спряжении в настоящем времени забрали, es, забрали peldu. То же самое с глаголом diedat, es diedu. Вот и вся наука. То есть, как только мы учим какой-то глагол, мы сразу же учим форму к нему я сейчас. И если мы в форме я сейчас не отобрали гласный, это второе спряжение, если отобрали гласный, то третье. К третьему спряжению принадлежит еще особая группа глаголов, которые легко различить. То есть, сейчас мы говорили о глаголах, которые чуть-чуть сложно различить, а есть глаголы, которые различить легко. Давайте посмотрим. Один из них у нас здесь. Это глагол adate, вязать. Дело в том, что мы видим здесь суффикс i перед окончанием t. Все, это третье спряжение, первая группа. Это глаголы, у которых мы тоже отбираем суффикс i. Да, мы отбираем последний гласный, и будет s, adu. s, adu, я вижу. Ну что, давайте пробежимся по всем этим глаголам. Видите, те, которые принадлежат к третьему спряжению, я уже поставила троечку. Ну, причем именно на тех, которые сложно распознавать. Тут все легко. И сразу маркер. И у нас есть еще парочка возвратных глаголов. Ну, с возвратными глаголами такая тема. В принципе, как бы и не сложно, а в принципе сложно. Получается так, у них окончание не t, а t, s. Да, t, s. Ну, что, нормально, ничего страшного пока. И, конечно же, другие окончания личные. Самые главные два окончания, которые нам нужно знать, это форма я любимый. Конечно, я слушаю, я смотрю. Это надо знать. Я моюсь, правда? Я смотрю из зеркала. И форма он. Когда мы говорим о ком-то другом, мы же очень часто говорим о других людях. В том числе и на экзамене. Поэтому давайте сделаем так. Мы сейчас смотрим на глагол и ставим его в правильную форму. То бишь, форму я сейчас. Для возвратных глаголов я все-таки эти формы прописала. Для остальных давайте подумаем. Значит так, первый глагол photograph it. Помним. Это второе спряжение. Мы не забираем гласную. Соответственно, добавив окончание у, мы тоже должны подставить е. Es photograph you. Slaypot и slaydot. Кататься на коньках. На лыжах и на коньках. Slaypot на лыжах, slaydot на коньках. Тут тоже все просто. Es slaypot, you, es slaydo, you. И вот у нас первый глагол, третье спряжение второй группы. Peldet, плавать, es peldo. Супер. Макшчерет. Один из тех глаголов, которые сложно выговорить. Давайте. Макшчерет. Получилось? Это глагол второго спряжения. Макшчерею. Es makšчерею. Вы ловите рыбу? Это рыбачить. Глагол макшчерет означает рыбачить. Если это ваше хобби, смело говорите. Es makšчерею. Диедат, es diedu. Глагол петь. Диедат. Если вы сдаете экзамен на два, он в экзамене есть всегда. Либо как глагол диедат, либо как связанное с ним существительное. Диедатайс, диедатая. Певец, певица. Правильно? Если мы знаем хорошо этот глагол, то никаких проблем. Обучен он в экзамене минимум три раза. Ну, опять-таки, какие задания вам попадутся? Очень многие говорили, что вот и там было петь, и там была певица, и там, и там, и там, и там. То есть все мои ученики, которые по моим заветам выучили хорошенечко глагол диедат, а не в дамках, диедат, еще раз, как будет, я пою, es diedu, es diedu. Dejot, танцевать, es diöju. И вот следующие два глагола, которые немножечко вызывают проблемы, просто потому что, посмотрите, clausetes, музыку, это слушать музыку. Видите, в латышском языке это возвратный глагол, а в русском невозвратный. Поэтому просто запоминаем, я слушаю музыку, будет es klausos, музыку. И следующий глагол такой же, skatetes, смотреть. В русском нет возвратности, а в латышском есть. Es katos filmas, я смотрю фильмы. Но вот смотрите, два хороших ответа на вопрос, чем вы занимаетесь в свободное время. Koyuz derat, bryvaya laika. Давайте. Es klausos, музыку, es katos, filmas. Spellet, basketballu. Подскажу, что глагол spellet, второе спряжение. Поэтому давайте скажем, я играю в баскетбол. Es speleju basketballu. Я играю на гитаре. Es speleju diitaru. И последний глагол adit, es adu. Вам нравится вязать? Я вообще не умею. А вы? Es adu. Es ne adu. Я играю в баскетбол. Я играю в баскетбол.